Вверх у нас светит холодным, не с теплым. Переключаем наоборот. Низ холодным, вверх теплым. Достаточно хорошо видно, посмотрим как в работе это себя покажет. Для сравнения, вот вложу руку, вот он залом, довольно таки неприятный. Вот оно, в теплом свете, вот в кумбе. Вот такое у него дундышко огромное. Вот таким вот аппаратиком, пробойником, надо вот эту вот часть было пробить, потому что здесь образовалась такая шишка в гор, плюс так называемый. Теперь можно будет поднимать дуношко ямы. Начинаем с самого глубокого места. Это вот это вот. Наклеили грибочки. Вот тянем, потянем. Сильно не буду тянуть, не люблю перетягивать. Ну вот, дернулись, выдернул две шишки. Лямка, конечно, уменьшилась. Теперь их, вот эти вещи, надо разбивать по новой и поднимать. Наклеили еще пару грибочков, потихонечку поднимаем всю поверхность. Вот, потом будем разбивать опять. Такого вот наворотили. Теперь надо все эти шишки разбивать. Вы считаете, что уже селеднего ребенка провесил такой звездки аппетит? В гараже холодно, клей быстро хватается. Все не чисто, не аккуратно, но ничего страшного, это просто тренировка. Еще наклеил пару грибочков, уже поверхность прям прилично поднялась. Убираем клей. Вот, вытягивали кучу шишек. Будем разбивать дальше. Вот такие огромные. Вот шишка, вот шишка, вот шишка. Уже поразбитые. Осталось свод. Разбиваем дальше шишки. Нашел еще в гараже несколько кусочков стекла. Собираюсь сделать еще три новых рассеивателя. Поэкспериментировать еще немножечко. Такая у нас картина получается. Вот она вмятина. И вот здесь все получается пожеванное. Как-то не очень все это красиво. Бугры я поубивал, но остались ямы. Будем их поднимать. Чуть-таки мне все это не нравится. Не очень все это красиво выходит. Как будто продолжается. Там, где были мякины, вот таким грибочком я поднял. Он более мягко поднимает. И как бы площади большие. Будем распрямлять дальше. Вот здесь, вот здесь. Поднимать. Вот за вот этими буграми. А потом переразбивать. Потому что вот яма она видна. Еще. Поднимаем еще выше. Мятина была вот здесь. А сейчас уже я в 4 раза больше намучил поверхность. И конца и края я там не понятно где. Что делать не понятно. Вот что получается. Вот этим молоточечком. Я все поубивал. Ничего хорошего, как видно, из этой затеи не получилось. Что я делал не так, непонятно. Вот просьба подсказать. Поставил лампу подальше. Сейчас включу вверх. Все ужасно волнистое. Если бы это надо было делать, то ведро шпаклевки пришлось накладывать. Так, в общем-то, что-то похоже на то, что должно быть. Но с точки зрения без покраски это полный абсурд. Сделал хуже, чем было. Резюме вот такое напрашивается. По-японски это называется то яма, то канава. О-о-о! О-о-о! О-о! Бой!